Китай Китай – наш стратегический партнер. Это очевидно по всем показателям, по всем параметрам. У нас есть полная уверенность в том, что мы поступательно будем двигаться вперед, развивать наши отношения, осуществлять все наши планы, в том числе и крупные проекты, которые, безусловно, окажут положительное влияние как на развитие экономик России и Китая, так и на мировую экономику. Надежды российских чиновников на экономический разворот политики в сторону Востока и помощь Китая в преодолении санкций Запада продолжают разбиваться о суровую реальность. Хотя с момента введения ограничений США и ЕС прошло уже почти пять лет, договориться с Пекином о торговле и расчетах в условиях санкционного режима до сих пор не удалось. Китайские банки по-прежнему продолжают задерживать платежи, ссылаясь на американские санкции, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях 6-го российско-китайского экспо в Харбине. По его словам, китайская сторона объясняет это тем, что в связи с новыми требованиями американских регуляторов при расчетах в долларах, они, банки КНР, должны проводить дополнительное исследование контрагентов из России. Большой спектр российской продукции пользуется сегодня спросом в Китае. С финансированием банками есть проблемы. Это даже не финансирование, а расчетные механизмы. Они задерживают платежи, посетовал Титов. Он добавил, что хотя китайские банки объясняют свои действия требованиями США, на деле санкции ничего подобного не предусматривают. «Хотел бы сразу заявить, что такого требования нет и никак оно в санкциях не сформулировано. Это страхи самих банков, которые на всякий случай перестраховываются и вводят дополнительные процедуры», – подчеркнул Титов. «Россия считает такую ситуацию недопустимой», – заявил он. «Мы обратились с этим к руководству посольства Китая в России и надеемся, что в скором времени это будет устранено». Этим надеждам уже, впрочем, больше четырех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российскими контрагентами и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев. В колонке, написанной для Financial Asia, он сетовал на противоречивую позицию Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС. Многочисленные переговоры и круглые столы исправить ситуацию не смогли. Спустя три года, в августе 2018-го, о тех же самых проблемах говорили глава представительства ЦБ РФ КНР Владимир Данилов и вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлочков. По словам Данилова, кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран, объяснял он. Под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний. При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, а также встречных платежей в пользу компаний России. По словам Козлочкова, сложности возникали даже на этапе открытия корсчетов. Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением, сообщил Козлочков, добавив, что нужно искать способы их разрешения для взаимного успеха. Вот такая она, крепкая, нерушимая дружба России и Китая. В соответствии с законом КНР, государственных наградах и государственных почетных званиях награждается президент Российской Федерации Владимир Владимирович Будин Ордена дружбы Китайской Народной Республики в ознаменовании многолетней усилий и выдающейся вклада президента Будина в развитие добрососедства и дружбы между Китаем и Россией и развитие китайской и российской отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. КОНЕЦ Друг ли Китай России? Это огромная страна с большим-огромным потенциалом, с большим количеством народа. Как минимум не дружить с такой страной, на мой взгляд, недалиновидно и опасно. Вот, поэтому, конечно же, с таким государством следует поддерживать хорошие отношения. Ни друг, ни враг, сосед. Китайцы, они традиционно очень мудрый народ, соответственно, нельзя понять, какая у них долгосрочная стратегия. Это стратегия общения с нами, поэтому мы можем сейчас находиться в дружеских отношениях, но не факт, что в перспективе мы останемся друзьями. Пока ничего плохого с их стороны в отношении России не наблюдалось. Даже если какие-то политические, возможно, противоречия между двумя странами, все равно я думаю, что народы дружат. Ну, у нас народ покупает очень много товара из Китая, они фактически запланили весь наш рынок, все китайское. Подделки, кстати, неплохие бывают. Приезжают они к нам часто. Я закончил оборонный институт, и в моей группе пять китайцев училось. Традиционные мирные взаимоотношения с этой страной. Мне кажется, полудруг. У них свои интересы, у нас свои. Это мощнейшая держава, авторитарная, недемократическая, имеющая, в общем, скрытые претензии территориальные, в том числе, к большинству своих соседей. К России пока они не предъявляются, но мы знаем, что исторически у Китая к России есть претензии на территорию Дальнего Востока. А кроме того, Китай – мощно развивающаяся интенсивная страна. В то время как Россия сейчас, ну, как минимум, находится в застое. И те территории, на которые, в принципе-то понятно, что Китай претендует, хотя формально этих претензий пока не выскакивает, как раз малоразвиты. Он серьезный соперник, которого России надо опасаться. И конфронтации с которого, ну, конфронтации возможные, надо быть готовым. Никакого прорыва на Восток не случилось в силу объективных причин, как я понимаю. Желание ответить на ухудшение отношений на Западе прорывом в отношениях с Китаем, в первую очередь было, и некоторые попытки предпринимались, они закончились неудачей. На Востоке, в принципе, и это сейчас стало очевидно всем, раньше было очевидно немногим, наверное, на Востоке особо Россию никто не ждет. Это факт. А почему? Почему, собственно, как же любят говорить российские пропагандисты, что вот, страна наша богата, вкладывайте, пожалуйста, инвестируйте, вот Китай рядом, а у них там территории не хватает, может быть, в аренду что-то будут брать, как в Забайкалье они вдруг хотели, но что-то пока не получилось. Что мешает? Ну, смотрите, значит, для начала скажем, что население Дальнего Востока, вот если мы возьмем все население, вплоть до Чукотки и Якутии, в советское время было 8 миллионов человек, сейчас около 6 миллионов человек. Огромная неосвоенная территория. И когда говорят о том, что вот здесь богатство мира, приходите, вкладывайте деньги, забывают о том, что для того, чтобы частные капиталы из-за рубежа приходили, вкладывали деньги во что-то, их должна ждать готовая инфраструктура, которой на Дальнем Востоке отродясь не было и вряд ли в ближайшее время будет. А раз так, то вкладывать деньги, просто закапывать их в тайгу, извините, желающих мало. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания. Рассматриваю это как признание и оценку российских усилий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова